Эфелева башня Встречал гостей яркими цветовыми инсталляциями, иногда не без юмора, как эта под названием «Дорожная пробка». Возникла пробка израильских дизайнеров на оживленном перекрестке на площади Цагала. Стены старого города на время фестиваля стали холстом для художников по свету израильской группы «Пиромания». Абстрактные образы, смена красок, игра света и тени придали им совершенно иной облик. Впрочем, преобразился до неузнаваемости и весь старый город. Как и в прежние годы, по нему были проложены четыре разных маршрута, обозначенные и рассвеченные разным цветом. И на каждом из них гостей праздника ждали удивительные инсталляции, видеопроекции на исторических зданиях и много других сюрпризов. На мосту перед Явскими воротами сверкал всеми цветами радуги цветом музыкальный фонтан, подаренный Иерусалимскими гостям города, мастерами из Латвии. Здание христианского информационного центра стало театром фантастической саги о принце света, созданной Демиеном Файтоне из Франции. Юный герой пытается найти и вернуть волшебный свет, похищенный таинственными птицами. В своем сказочном путешествии в поисках света он отправляется в дальние страны и даже в космос. Далее путь по армянскому кварталу. И в конце улицы, украшенной цветными оригами итальянских художников, нас ждал зажигательно-сверкающий оркестр, перформанс роковых музыкантов пиромании. Строгий величественный фасад церкви Дормецион, преображенный игрой света и цвета, стал подмостками для прекрасного и завораживающего живого голоса. Свернул с желтого на красный маршрут, мы полюбовались еще несколькими оригинальными инсталляциями и вернулись к Явским воротам, где нас снова ждал музыкальный фонтан. И любоваться им можно было бесконечно. И любоваться им можно было бесконечно.